Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Девочки, извиняюсь, что опять пропадаю, но вот так вот у меня получается. Извините, пожалуйста. Сегодня такой будет влог. Немного обо всём, как обычно. Много поболтаю с вами и, наверное, в общем, как получится. Так, я пропала. У меня был день рождения у моего младшего сыночка. Ему исполнилось 8 лет. Тут у меня осталась была роскошь. Я вам покажу. Шарики вот такие вот. Это остатки роскоши, можно так назвать. Вот. В общем, я вообще не снимала ничего на день рождения. Ничего готовила, ничего. Потому что были гости. И как-то я вообще, честно говоря, подустала очень. Вот. Сейчас заезжала на Вальберес. Хотите, я вам покажу свои покупки? Покупки. Кто знает, я нахожусь в родительском комитете у старшего младшего сыночка. Здесь 100 ленточек уже нарезанных. И, в общем, я их буду... Мне надо их скрутить. Только они длинные. Наверное, сделаю бантик и на... Заказывала, как это, булавки, да, с Алиэкспресс. В общем, прикрепить на Алиэкспресс. Я пока села снимать, девочки, пока собиралась снимать видео, такой солнышко у нас было. А сейчас всё куда-то тучки ушли. Вот. В общем, вот такое вот у меня рукоделие. На ближайшее время, к 9 мая, надо обязательно сделать детям. Вот. И заказала себе вот такой вот по рекомендациям, кстати, вашим. Вот такой вот... Так, вот тут на Вальберес, видите. Вот такой, что это у нас? А, кстати, вот это на Озоне. На Озоне я же вам наврала. Вот это на Озоне я получила. Вот такую малюсечку с Вальберес. Так, это кислородный карандаш пятновыводитель. Я... Лето у моих белые кроссовки. Я решила, что мне очень нужна такая история, потому что вот эта вот очистка... Смотрите, как сделана прикольно, видите? То есть вы... Не надо вот это вот никуда, вот эту часть никуда вот так вот елозить. Просто одну штучку снимаете и используйте. Это кислородный универсальный пятновыводитель. Подходит он и для цветной одежды, и для белой. Как обувь, одежда, ну, в общем, тоже он такой, достаточно без хлора. То есть не будет портить вам одежду. Вот здесь вот написано намочить, протереть, подождать 10-15 минут и постирать. Я хочу... Вот мне нужно кроссовки почистить. Как раз вместе с вами попробуем. И... Сейчас дети у меня пришли со школы, но смотреть наверняка есть на одежде тоже какие-то пятна. В общем, все это мы с вами сделаем. Нравится мне вообще кислородные пятновыводители. Очень хорошо работают, отлично. Поэтому вот такой вот карандашик, моя палочка-выручалочка. Про карандашик мне многие тоже говорили, что очень хорошо. То есть намочил, натер, оставил, постирал. То есть когда есть какое-то пятнышко просто, да, чтобы его вывести, например, со школьной формы светленькой. Сейчас, тем более, к 9 мая нужно будет в белом приходить. А у меня в белом моих мальчишек отправь, это все будет у них заляпано. Так что давайте с вами попробуем и вернемся, болтаем. Так, ну что, начнем. Футболка моего старшего сына, пятно неизвестного происхождения. Это пятно даже не смог объяснить мой старший сын. В общем, будем как раз-таки использовать карандашик. Смочила я само пятно и смачивала тоже карандашик, когда наносила на ткань. Когда вы наносите, он становится таким, ну, как, немножко как пузырится, я бы так сказала, как такая пенка появляется. Вот здесь я пытаюсь показать, но белое на белом, на самом деле, не очень заметно на камеру. Но немножко он так, как, ну, не то чтобы шипит, а так вот пузырится, я бы так сказала. В общем, нанесли, оставляем на 15 минут, и потом буду отправлять в стиральную машину. Дальше, кроссовки тоже моего старшего сына, сегодня все про него. Вот такая вот подошва, будем мы, это, кстати, любимые его кроссовки, будем мы наносить этот карандаш. Кстати, очень удобно, если вот такая вот рифленая подошва, то есть он, как бы, получается, попадает во все, во все места. Я немножко смачиваю, смачиваю сам карандашик, буду наносить. На подошве тоже пенится, не знаю, на камеру будет это заметно или нет, я здесь попыталась показать, но такая небольшая пенка появляется. Тоже оставим на 15 минут, то есть я просто натерла подошву этим карандашиком и оставила на 15 минут, чтобы средство поработало. И будем вместе с вами смывать просто обычной водой, да, и смотреть результат. Вот видите, такая пенка как бы здесь появляется, ну, как-то плохо видно, конечно, на камеру. Здесь пенка, в общем, оставляем. Так, постояло минут даже 20, наверное, у меня где-то примерно. И смываю я просто обычной водой комнатной температуры, просто, как вы видите, тряпочкой. И посмотрите, какая белая подошва. Ну, еще протерла пыль с них попутно, вот, и подошва просто на глазах, вот, побелела. Можно сказать, что обновились. Вот здесь, кстати, показываю я карандашик, сколько у меня осталось, то есть использовала всего немного. Он достаточно экономичный получается. В общем, супер. Кроссовки у нас получились как новенькие, посмотрите. Для любителей белой обуви я вообще его очень рекомендую. Тем более, не нужно ничего там сильно натирать, щетками проходить. Просто прошли с этим карандашиком. И вот такой вот отличный результат у вас получается. Мне кажется, это просто супер. Я тоже, кстати, люблю белую обувь, люблю, когда на кроссовках белая подошва. Так что вот такая вот у меня палочка-выручалочка на лето. Теперь летом можно спокойно ходить в белые обуви, особенно у нас в Питере. Положила специально на солнышко вот эту футболку. Посмотрите, пятна как не бывало. Вот, чисто белая футболка получилась без пятна. Пятно было неизвестного происхождения, как я уже сказала. Но карандаш замечательно справился со своей работой. Так что супер на самом деле, мне очень понравился. Спасибо тем, кто говорил мне, писал мне про то, что нужно для пятен приобрести карандашик. И будет отлично работать. Кстати, на него тоже отзывы хорошие я читала. Соответственно, поэтому и заказала его. В общем, карандашик этот супер. Мне очень понравился, девочки. Я всем прям советую. Ссылочку оставлю. Обязательно приобретайте, потому что лето, летом часто очень... И я тоже ставлю пятна какие-то на одежду или на обувь. И, конечно же, мои мальчишки тоже. Так, ссылку оставлю. Переходите, заказывайте. Вещь действительно классная. И также хочу с вами поболтать. Вам кое-что показать сейчас. Кто меня давно смотрит, тот знает, что у меня тоже скоро день рождения. У нас с сыном разница в 7 дней. У него 23 апреля был день рождения. Да, теперь у меня. И я уже начала получать подарки. Хочу показать их вам так... Вы знаете, да, что я в последнее время как-то много стала покупать комнатных растений. Вообще у меня есть такая задумка. Вот в этом помещении, в котором я сейчас сижу, ну, кто смотрит мои влоги, тут видел, да, вот это помещение. Я, короче, хочу тут... То есть у меня такая задумка клёвая есть. И шторы тоже другие хочу. В общем, для того, чтобы мне её осуществить, мне ещё, помимо всего прочего, девочке, нужен новый диван. Новый диван, новый журнальный столик. В общем, целая у меня такая прям идея. Прям вот... И я хочу много растений здесь. Но не оранжерею делать, не зимний сад, но много растений. Что-то в этом духе. В общем, я начала получать подарки. Сейчас вам покажу. Так, сразу хочу сказать, для тех, кто будет писать, куда тебе столько много, девочки, надо. У меня большой дом. Мне, кстати, есть куда поставить. Так что всё супер. Но я себя останавливаю иногда, потому что в обе заедешь, всё, это кошмар. Просто всё надо. Всё, мне всё надо. Вот. Первый мой подарочек. Та-да-дам, тадам. Смотрите, какая прелесть. Это у нас крестовник. Это не... Крестовник, он как-то называется по-другому. То есть это... Как-то он выглядит как плющ, да, как хидера. Но это крестовник. Вот такой вот. У него очень такие плотные листья. Это, ну, разновидность суккулентов, да. Вот. Мне как раз, я знаю, куда я его сейчас повешу. Но не сегодня, я попозже его пересажу. Вот такой вот он красавец. Смотрите. Потом тоже переверну камеру, поближе вам покажу. Просто. У него даже есть тут и беленькие вот такие вот листочки полностью. В общем, с плющом я не подружилась. У меня плющ в итоге погиб полностью. Вот. А вот с этим я думаю, что я подружусь. Я надеюсь очень на это. Вот. Вот такая вот у меня новая прелесть. Это мне подарок на день рождения. Ой, я вот тут теребу. Тереблю. У меня отвалился листик. Вот. Но у него листья прям такие плотные, такие классные. Еще один подарок. Ну, все знают, что Наташа дарить, правильно? Я его уже, кстати, пересадила. Та-да-дам, тадам. Это цикос. Ну, все его тоже знают. Пересадила уже вот в такой вот горшочек. У меня много таких горшков. Вот таких вот. Ну, правильно сказать, кашпул. Пластиковый. Я керамические не завожу по той простой причине, что у меня кот очень любит их цветы все сваливать. Поэтому, да. И здесь, видите, ну, он такой, его коты не будут есть. Он же с колючечками. Но он достаточно большой. Я знаю, что они медленно растут. Ну, я про него уже все прочитала, девочки. Все уже. Я уже все в курсе. Вот. Про него. Это еще не все. Вот кто у меня есть теперь еще. Это Филадендрон Конго. Конго Ред. Как-то так он называется. Такая вот прелесть. Ну, мне его отдали вот в таком из-под... Почему-то, мне кажется, квашеная капуста. Ассоциации вот такие вот. Обычно квашеная капуста такие продается, да. Вот такой вот он красавчик. Я его тоже пересажу. Ну, не сегодня, потом пересажу. Надо будет еще горшочки мне купить. Здесь есть не очень такие листики. Ну, в общем и целом, вот такой вот... Вот такая красота у меня теперь будет жить. И это еще не все. Вы знаете, мне кажется, я увлеклась цветами, да. Ну, так. Я и раньше увлекалась цветами. До рождения моих детей. Но когда... Я уже как-то рассказывала, что... Когда я... Ну, так получилось, что я лежала до родов с первым ребенком. Как бы... Ну, не на сохранение, на дородовом, да. Правильно это называется. И после родов там пять дней. И я приехала, муж на радостях не поливал мои цветы. Поэтому у меня такая осень прям была. Дома очень многие цветы погибли. Очень многие цветы погибли при переезде. Только вот этот. Вот этот и еще вот этот. Шифлера, да. Я запомнила девочке шифлера. Вот. Тоже она не погибла. Еще тут щучий хвост, который... Ну, в общем, некоторые цветы не погибли. Такие живучие. Основная часть погибла. Смотрите, кто у меня есть. Та-да-дам, тадам. Она тоже такая. У нее вот в горшочке прямо отдали. Ну, это мне... Короче, собираю я цветы от всех. Вот так я бы сказала. Вот такие вот не очень цветы листики. Но это отмирают. Нижние. Вообще, он должен быть крупным. Я его поставлю там, где у меня светло. Смотрите, какое. Это диффенбахия. Это диффенбахия. Грин. Что-то там. Какой-то ее сорт. Это у меня теперь две диффенбахии в доме. Кстати, насчет диффенбахии. Здесь, видите, два ствола идет. Так, покажу два ствола. Но нижние листики тут немножечко отмирают. Ну, ладно. Все равно такая у меня красавица. Прикиньте, вот такие листья красивые. Насчет диффенбахии. Мне как-то писали о том, что диффенбахия это... А, мне еще живут. Вот еще у меня филодендрончик. Нарезка укореняется. Но я их сейчас в другое поставлю. Это я сунула сегодня. Сегодня только забрала эти красоток. И здесь у меня этот... Я даже запомнила. Это Syngonium Red Sport. Spot. Спорт. Спот. Наверное, правильно так. Ну, в общем, смотрите, какая у меня красота. Ну, короче, вы поняли, да? Вот. С миру по нитке я соберу тут... Соберу тут целую коллекцию огромную себе цветов. Вот. По поводу диффенбахии. Вот этих вот. Что это ядовитый цветок. У меня много ядовитых. Вот эти филодендроны, которые до этого я вам показала, они тоже ядовитые. Вот они. Это все относится к ядовитым. У них ядовитые что? Ну, вот диффенбахии, получается, самые ядовитые из... Ну, наверное, не самые ядовитые. Нет. Но у них считается очень ядовитый сок. То есть для того, чтобы отравиться, нужно пожевать листик и проглотить его. Ну, это как бы не смертельно. Во-первых, это комнатные растения. То есть они это уже, знаете, черенки черенком погоняют. То есть это, ну, начеренкованные от каких-то там выведенных и так далее. То есть они уже не такие ядовитые, как в природе. Если вы пожуете такой цветочек, это первое. Во-вторых, что касается детей, ну, у меня дети уже большие, младшему 8, старшему 12 будет в этом году. Соответственно, они как бы им вообще мои цветы, знаете, публику просто. А что касается котов, то у меня коты не едят вот такие цветы. Они даже вот, ну, вот такой вот, вот этот вот не будут есть. Вот этот, вот этот не будут есть. Вот этот тоже считается ядовитым сзади, который меня... Вот этот вот тоже считается ядовитым, но не так сильно, да. Его тоже коты не трогают. У меня коты едят только пальму мою. Им как бы, ну, пальма вкусная, чего другие цветы. У меня даже цветы, которые у всех едят, драцину немножко пожевывают, и все. А сейчас лето уже, то есть они ходят на улицу, там же они едят траву, там же чистятся, и все у них отлично. То есть они не трогают у меня. Джуси! Джуси перестань! Джуси! Отстань от него. Видишь, кот балдеет. Балдеет котик мой. На солнышко. Отстань от него! На солнышко вышел. Такая сладенькая кища. Грязная, значит, сейчас будет, да? Джуси, я что сейчас сказала? Приставочка какая, да, левушка? Да, вот. Вышел погулять. Джуси! Стравка немножко вылезла. И все ее ходят сжевать. Надо подкормить газонную траву. Купить подкормку. Джуси, я что тебе сказала отстань от него? В общем, сейчас нажуется и почистится. Она его сопровождение, охрана. Пошел гуляно. Птички поют. Слышите, как здорово? У нас еще травка только вылезла. И ту газонная. Видите, деревья еще только-только начали. Только-только. Так что, да, предстоит работа в саду. Ну, а это, это колючка. Это, это колючка. Красивая. Она же красивая какая. Особенно вот эта вот штучка, как ананасик, да, такой. Ой, на красота. На красота просто. Просто красота, девочки. Колючий, правда. Вот, в общем, вот такие вот у меня подарки в этом году. Вот. Ну, я на самом деле очень рада. Я вообще считаю, что растения, вот подобные, да, которые считаются ядовитыми, они приносят в дом только радость. Если оно вам нравится, если вам нравится за ним ухаживать, то неважно, какое он. Пусть он хищник, пусть он ядовитый. Знаете, если так относиться к этому, то и коты вообще хищники. То есть мы заводим у себя дома хищников, что же получается. А собаки, это от волков они пошли. От волков они пошли, так сказала. Ну, ладно, вы поняли меня. Вот, то есть как бы, ну, 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 я не знаю. Я к этому отношусь намного проще. Растения, которые со мной живут, меня радуют своим ростом, цветением. Ну, вот этот вот рост не очень будет радовать, я знаю. Вот, но остальные, и они мне приносят удовольствие, позитив только. На самом деле, я, кстати, вот замечаю, что, когда у меня плохое настроение, и я начинаю заниматься цветами, пересаживаю там их, куда-то там с места на место переставляю, я не знаю, опрыскиваю, что я с ними делаю. У меня как бы плохое настроение уходит, серьезно. Для меня это как вот такая отдушина, можно так сказать. Так что вот такие вот у меня, девочки, были подарки. В общем, я счастливая, надо теперь мне купить горшочки, все это попересаживать, поднарасставлять. В общем, у меня планов, вот. Так что на сегодня, пусть у меня получится такой небольшой влог, но все же я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Все, я не пропадаю больше, я сама себе обещаю, вот, и я сама себе обещаю снимать хотя бы что-то, чтобы так надолго не уходить. Вот, так что все будет отлично. Вот. Ну, немножко просто подустала. Вот. В общем, все, буду с вами на сегодня прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч.